Это уже общественное, правильно, развитие? Да, да, но оно переплетается с психологическим. Оно переплетается, а вот хотелось бы понять сам по себе образно-понятийный подход, чем он поможет именно индивидуальному развитию человека. Да, 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 вот Оля очень правильно ставит вопросы своевременно. Она говорит о том, что фактически надо предлагать какой-то механизм. Механизм в чем? Если ребенок не депривирован, то даже если ему не мешать, он начинает вот это образно-понятийное, у него формируются внутренние образы, и он словесную форму их обличает, эти внутренние образы. И это ему помогает как бы левой и правой двигаться, условно говоря, левым полушарием логическим и правым полушарием. То есть постодейно вот эта вот билатеральная асимметрия, функциональная асимметрия мозга, так называемая, которая связывается с латеральным профилем, она начинает развиваться. Так она в зачатке начинается. И внутренняя речь, которая в зачатке у него формируется, она, кстати, не уходит. Это большая ошибка, в 2000-е уже было доказано, что внутренняя речь, мол, дескать, это только период вот там двух-трех лет, да, а не отнюдь нет. Внутренняя речь, она не уходит абсолютно. Хозяйка там этому дала, этому, ну, там барона сорока-воровка, да, вот этому дала, этому не дала, этому дала, ну, условно говоря. То есть это и есть внутренняя речь, да, или там картошку пила, это накормила, там так далее, так далее. Вот, или там старики, у которых социальная эта депривация, гипердепривация, гиперфункция уходит, они начинают свободно переходить на эту внутреннюю речь. Но проблема в том, что эти образы, они в зачатке, они еще с детства не развиты. То есть человек под спудом свою индивидуальность держал. Если его выпустить, сказать, кто ты, он скажет, я рабочий там, а какой ты рабочий, а ты внутри-то кто, душа твоя кто. И поэтому важно, чтобы человек с самого раннего детства конструировал. Но дело в том, что есть такой Наум Хомский, ты, наверное, знаешь, он когнитивный психолог, по крайней мере, начинал с этого. Он говорит, что детерминированная речь вообще, не только внутренняя, а вообще речь детерминированная. То есть она генетически обусловлена. И поэтому этот синтаксис, грамматика этих речей, ребенок очень быстро туда проскакивает. Фактически нет этого, и при всей многовариантности языков, они сводятся более-менее к грамматическим простым правилам. Но помимо вот этой детерминированности речи, есть еще и детерминированность образов. То есть образы тоже детерминированы. Ребенок может и быстро проходить, и складывать, и уже создавать новые конструкты из этих образов, и наименовать их этой речью. То есть, иными словами, если не мешает ребенку, то самопроизвольно, просто ему совать, грубо говоря, ну, это моя позиция, может быть, ты не согласишься. Вот этот планшет, грубо говоря, в руки в раннем детстве, он самопроизвольно начинает формировать. У него и речь в ответ на эти раздражители, уже чисто виртуальные, которые он из интернета берет. Ну, конечно, этот интернет детский, обрезанный, чтобы там не было порнографии и так далее. Потому что это ни к чему ребенку, тем более эти половой функции его, ну, его фактически это не интересует в раннем возрасте. Там до пубертата это совершенно для него ноль, это неинтересно. А, опять там про любовь, ну, вспомни вот эти мальчические разговоры, да, ну, я не знаю, как у вас и девочек, да, не пойдем глупости. А вот там что-то такое двигательное, да. Вот, и поэтому, в принципе, вот ребенок постадийно сам себя формирует. И вот здесь, конечно, как практикующий психолог, возможно, у тебя какая-то концепция есть, когда человек, вот это понятийнообразное мышление, понятийнообразная психология, недепривированная, она начинает развиваться. То есть, самопроизвольно развивается и способность вот развивается. Много впечатлений, впечатлений. Это еще Петра Борисовна говорила, я вот так и своих детей воспитывала. Должно быть много впечатлений, то есть, вот, внешних, да. Это, получается, это и социум, это и общение с природой, это, в общем-то, поездки любые, но не обязательно ездить за границей, да. Это общение с разными людьми, с разными предметами. Да, да, то есть, ты ребенку даешь выбор, широкий выбор максимальный. Да, абсолютно правильно. И вот этот ментальный выбор, он как раз характерен для многих культур Востока. Мы же с вами понимаем, что фактически, вот, например, и на Руси, и там даже не только на Востоке были, вот, в древнеславянских, ребенку дают там какие-то предметы, да, на выбор. К маленькому ребенку, абсолютно. И он тянется, условно говоря, там, к тому, там, ну, условно, там, топор плотника, там, что-то там такое. Еще разные, 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 ну, вот, что крестьянская жизнь могла дать, как бы, выбор какой-то. И фактически давала это. Действительно, ребенок тянулся, опосредованно тянулся, то есть, иными словами, это душа, которая в ребенке, этот дух, она уже осуществила выбор, родившись в предложенном обстоятельствах. И она просто этот выбор показывала, этот детерминированный выбор для вот этих выбирающих. То есть, ребенок тянулся, там, к чему-то его отдавали в то или иное ремесло, уже к кому у него душа лежала. И эта практика ментального выбора в раннем детстве, она существовала у разных народов. Ну, когда, в общем-то, индустриальное общество возникло и постиндустриальное, конечно, от этого отказались. Почему, зачем же ребенку давать выбор, когда, в общем, надо все, все эту патриархальную деревню вообще изничтожить и на завод их всех согнать, чтобы они там за миску еды работали и за понюшку хлеба. Вот, понятное дело, что этот ментальный выбор, он стал вредим. Поэтому он и подавлялся, и депривировался, ментальный выбор ребенка. И фактически Людмила Борисовна говорила о том, что как раз в детях надо разбудить этот ментальный выбор, да, вот эту вот как бы презентативность его, ментальную презентативность, важно, репрезентативность. Дайте много вариантов, вариантов, так скажем, вот, вокруг них, да, что обратить внимание, что выбрать, о чем сформировать свои представления. Да, и даже вот мы так негативно, вот я как раз о советской школе, о советском как бы стиле воспитания высказался, но тем не менее нужна поправочка. Вот ты помнишь, что была где-то с 60-х годов, может быть, 50-х годов, вот когда сталинская индустрия закончилась, тогда были кружки при домах творчества. Разные, судомодельные, там, творческие, музыкальные, там, поэтические, причем маленьких детей фактически пытались, даже не смотря на то, что родители его отдают в какой-то кружок, а он сам, поощряли это, что сам ребенок выбирает себя, пройдя в разных-разных кружках тестирование. Вот, то есть его и в музыку отдают, и туда-туда, то есть он, как бы, вот этот вот патриархальный, как бы, ментального тестирования, механизм он работал, я считаю. Потому что теорию деятельности фактически, да, внедряли так вот в практику, то есть это все основывалось на теории деятельности, а в детстве, как бы, игровая деятельность, вот, им предоставляли возможность. И сейчас такое тоже есть, то есть, в принципе, ну, наверное, больше это представлено в каких-то таких развитых городах, да, но, тем не менее, даже вот в сельской местности, вот, у меня где живут родственники, если край этим занимается, например, там, Тимансийский округ, у них там тоже довольно много возможностей для развития ребенка, вот, в виде таких кружков, секций, да. Да, да, это очень важно, как раз для ребенка, потому что он, как бы, ну, тут что получалось, тут фактически игровая манера, она тоже была депривирована отчасти, играть можно было в определенные игры, только в определенные. Ну, игра в войнушку, это у мальчиков, это понятно, машинки и прочее, там достаточно жестко, как бы, ограничено вот это профессиональный. Вот сейчас даже отдают детей, ну, там, я не знаю, третьего класса в разные профессии, то есть они водителем могут на себя форму эту детскую примерить, Ну, это больше такое, как бы, социальное гримирование, такая мимикрия, тем не менее, мол, дескать, они поиграться там в машинисты и так далее. И вот эти центры, сейчас есть, просто я у родственников знаю, социальные центры, где там, грубо говоря, социум, разветвленный социум из детей формируется. Вот, я не знаю, знаешь ты или нет, значит, просто мои родственники привели туда детей, и вот такие крупные центры, значит, существуют. Там, значит, есть возможность построить город, там целый город построен. Есть пожарные, да, пожарные, есть скорая помощь, там, врачи, условно говоря, и вот с ними занятия предварительные, там, где-то минут 5-10 проводят специалисты, условно, врач или там какой-то психолог, или пожарный, или там монтажник, или строитель, или телевизионщик, как снимать фильмы, или там еще кто-то. И вот он себя как бы ищет, и они уже потом сами реагируют, родители уже туда не пускают. И вот они уже там, значит, пожар там какой-то возникает, уже на пожарную машину их сажают, они едут, ну, на маленькую пожарную машину, и они едут к этому пожару, включают шланги там, и так далее. Там льется, типа, настоящая вода прямо, но огонь не настоящий, но там дым идет, по крайней мере, так все это имитируется. Вот, то есть им дают, но все равно сужается до социальных потребностей. То есть, опять же, это все сводится к социальной функции, своего рода бихевиоризм на новый лад, ну, может быть, когнитивная психология, что фактически есть потребность социальной функции. У нас там вот нужны там операторы, телевизионщики, там ведущие блогов, там то-то, то-то, всякие там поэты, артисты и так далее. То есть, до социальной функции все сходится. Когнитивно-бихевиоральный подход, как вот сейчас практикуется на Западе. Когнитивно-бихевиоральный, сейчас же такой подход очень популярный. То есть, это синтез уже классического бихевиоризма и когнитивной психологии. Фактически, опять-таки, научение, опять-таки, сведение к какому-то профессиональному. То есть, ребенка дрессируют, опять-таки, дрессируют, вот заметь, его в определенном, опять-таки, не спрашивают. А почему важно для ребенка вспомнить его прошлый опыт души? Для ребенка это очень важно. А именно, когда он начинает сам внутренний образ, а не внешний, ему уже подсовывают внешний образ заметь. Кем ты будешь, выбирай, мороженщикам. Ну, это и в наше советское время, помнишь, там, кем хочешь стать? Мороженщикам, там, милиционерам, там, условно говоря, ну, рабочим мало кто хотел, но, тем не менее, были и такие, как папа, там, пойду на завод. Ну, это больше такая, какая-то бравада вот была, типа, как папа. Вот, а на самом деле, летчикам, космонавтам, мороженщикам и так далее. Вот, ну, фактически, ну, это тоже депривация, согласись, это сужение выбора, это коридор возможностей сужается. А каждый человек, вот как, как раз и говорят сторонники ментального, так сказать, репрезентативного подхода, ну, выросшего, опять-таки, из когнитивной психологии. Они говорят, что, в принципе, важно обратить ребенка, развивающегося, внутрь себя, чтобы он осмотр сделал, моментаризацию своих внутренних помыслов, устремлений. И уже исходя из этого, он, как бы, формирует какой-то понятийный, сложный аппарат и формирует новые образы, которых нет в реальности. Вот эта ментальная репрезентация, это формирование образов. Это не ленинская теория отражает, то есть, образов этих нет, он их формирует. А если у него огромный, богатый опыт был какой-то в прошлой жизни, этот опыт сейчас нет просто в реальности. Вот, он его может вспомнить, и, встав на основе этого опыта, он продолжит свое развитие дальше. То есть, почему я об этом говорю? Я считаю, что цель человеческого духа вообще в том, чтобы, не прекращаясь жизни в жизни, с воплощения в воплощение, развиваться. И правильно Маркс говорил отчасти, ну, правильно, потому что у него другая концепция в целом, что человечество ищет зеркало. Ищет зеркало, но, опять-таки, все эти вот внешние построения, даже технократического общества, они нужны для того, чтобы мы развились, мы что-то поняли. То есть, это обратная сторона, мы вроде бы улучшаем жизнь, жизнь еще лучше, еще там краше жизнь становится и так далее. Ну, материальная и техническая сторона этой жизни улучшается. Но цель как раз не в этом, а в развитии своего познания. Познание именно развивается благодаря этому. Инструментарий должен быть на это заточен. Не на социальные какие-то введения, там, улучшения материальной жизни. Потому что просто улучшение материальной жизни, оно мертво. Человек не понимает, для чего он должен, так сказать, постоянно улучшать свое материальное благосостояние. Но я не говорю о тех, к тому есть нечего. По Маслову мы понимаем, что базовые потребности создать хотя бы нормальную, так сказать, вот эту вот, как бы основу, базис материального существования. Если этого нет, конечно, человек должен думать о своем пропитании, о хлебе насущном, ему уже там не о каких-то высших творческих, там, когнитивных способностей развития. Понятное дело, что нужны приоритеты. Но приоритеты нужны расставлять, мне кажется, именно в том русле, что человек из жизни в жизнь, он как бы свой опыт продолжает. Он не начинает с чистого листа, с белого, как вот считают многие бехи-аверисты или там сторонники культурно-исторического подхода, типа культуры Выгодской и Лурия. Ну и мы же вспомним, что Выгодский фактически он считал, вот это его идея-то, собственно, построение нового человека или сверхчеловека. Это его идея вместе с Троцким выношенная, ну, они там ссылались на Ницше, но чтобы, так сказать, Ницше, сверхчеловек и Ницше не был похож на сверхчеловека нового коммунистического общества, они, конечно, делали оговорки, что у Ницше там как бы такая экзистенция, ну, то есть он как бы, это эго, эго как бы возвеличивается. А у нас новый человек на основе культурного. И Выгодский говорит как раз, что как раз логика, интеллект, она будет превалировать, и новый человек, сверхчеловек будущего, он полностью откажется от этих всех подсознаний, там разных, там без сознаний. Ну, я думаю, если бы он знал этот термин Станиславского, сверхсознание, то, чем занимался Павел Васильевич Симонов, вот, директор Института высшей нервной деятельности, он же, он бы и сказал, что и сверхсознание туда же надо кинуть, вот, он должен полностью осознать это. Но, с одной стороны, Выгодский был и прав, что цель человека как бы раскрыть эти тайники души, то есть вывести из подсознания, бессознательного, и даже из сверхсознания некие субстраты, которые недоступны уму, именно человек этим и занимается. Ну, извини меня, но и восточные практики медитативные, они этим занимаются. Вспомним романа Шерима Харши, его практика «Кто я есть?». Вот, любая мысль, встречаемая, приходящая в голову, он встречал одним и тем же вопросом, грубо говоря, давал ей этой мысли удар под дых. А кто я такой? К кому обращена мысль? И мысль бежала к своему истоку, к Пхагавану, и он быстро, его психологическое, его психическое «я» бежало вслед за этой мыслью и наблюдало на какой-то доле секунды этого Пхагавана, «я», вот это высшее «я». То есть, атмана индивидуальное сливалось с брахман, ну, с этим, с общим, из кого оно вышло. Или коллективная душа, так сказать, он наблюдал эту коллективную алаю, коллективную душу. И вот эта практика позволяла ему всё более и более с каждым проходом, значит, туда, в общем, раскрыть, наконец, для себя Пхагавана. И он впадал в самадхи в определённое состояние, он выходил из колеса сансары. То есть, фактически, это состояние привычным для него стало, и он уже, мотивация пропала для нового рождения вообще. То есть, ему не надо было вновь рождаться, и он даже свою мать втащил благодаря этой методике туда, и многих своих учеников и так далее. Но это известная фигура, кстати, не так давно он жил, в 60-е годы, по-моему, он ушёл из жизни прошлого века. Вот, то же самое трансперсональная психология уже Махариши, да. То же самое мы спускаемся, ну, не то же самое, это отдельный подход, а спускаемся вниз на подсознание, и на очень ранней стадии пытаемся увидеть зарождение мысли, как пузырёк этот, и как он поднимается в сознание, прослеживаем вот это вот в виде желания, там, неосознанного желания, наконец, желание, а потом раскрываем это желание, то есть, вводим это в сферу сознания. Фактически, даже культурно-исторический подход, несмотря на эти, так сказать, негативные слова, которые я сказал, вот Выгодский, Лурия и Леонтьев, они базировались примерно на этом. Но единственная ошибка была в том, что мы коллективно, всем скопом, всем миром, всем социалистическим миром, весь трудовой народ возьмёт и это, так сказать, осуществит, это вхождение. Саша, там было выделение, отделение деятельности и сознания, там было. Ну вот, в частности, Рубинштейн, он считал, что сознание работает, это как бы отдельный вид, ну, как бы деятельности. То есть, работа идёт сознание или идёт деятельность, да? Я хотела уточнить вот что. А правильно я поняла тебя, что, когда мы много занимаемся вот этим объективным проявлением человека, объективной стороной действительности, и предоставляем готовые уже образы, да, внешние, то мало развивается внутренний вот этот субъективный план и, в частности, субъективный образ «я». Абсолютно, абсолютно. Не то, что мало, а он подавляется, депривируется. Ну, мир такой мало развивается тогда, потому что много внешнего объективного, да, и мы этому уделяем повышенное внимание. Мало того, людей сажают на эту иглу внешних, вот смотри, фильмы там, что случилось, вот этот рефлекс, да, в который в нас сидит, что случилось, что нового, вот это чисто, так сказать, инстинктивное желание. Нас кормят новости, всё время в напряжении. Ах, что случилось, ах, что-то там, ах, комета летит, сейчас человечество погибнет, ах, там, значит, вулкан взорвётся в Америке, ах, там, значит, в Америке там что-то такое, значит, ах, война, не дай бог, в Сирии, ах, там это, ах, всё время как бы держат в тонусе. Почему это делают? Потому что сажают на иглу внешних образов. Человек, ну, чё новенького, мне скучно, да, сделайте мне интересно, потребительский подход, вот он, просто он захлестнул, всё, люди сидят, попкорн жрут. И предлагаются мотивы, стимулы, мотивы, стимулы внешние. Внешние. То есть ты вот получи вот это, ты захоти вот это вот, да, достигни вот этого, вот этого, вот этого, будет тебе счастье. Абсолютно. Вместо мотивов, смыслов, которые более глубинные такие, да? Абсолютно правильно. По сути дела, депривация, она не просто так происходит, вот это вот, это и корпоративная депривация, и с позиции государства как аппарата насилия депривация, и с позиции там работодателя депривация, и с позиции семьи эта депривация есть. То есть это единый комплекс социально-экономических, в общем-то, мероприятий проводится по отношению не только к детям. Просто у детей это в ранней стадии формирования, вот эти образы, их прямо затаптывают. Просто реально затаптывают эти образы, не дают, их сажают на иглу внешнего. Давай мультики посмотрим, давай развлекаться, давай гедонизм, а вот что там, что там, а что там, вот, а вы там были, а вы там не были. Вот это вот кулинарное путешествие, да, вот такое, вот у кого есть деньжата, грубо говоря, чем себя занять? Вот они, новый тип, так сказать, сформировался вот этих кулинарных путешествий, значит, там пожрали в Индии, оооо, и вот они сами себя снимают, эти блогеры, вот, классно, смотрите, как вы, все остренькое, все там, и вот они, значит, там, молодые супруги, они это показывают. Потом туда поехали, в Швейцарии, а здесь нас стоять им покормили, потом в Америку, а тут мы и это, а потом в Индонезии, а то, а то и это, вот, вот и так далее. И вот они так куролесят по миру кулинарный туризм, так называемый. Ну, в чем смысл-то? Вот, или, извини меня, вот этот секс, да, вот, тоже это, этот даже термин есть, сексуальный туризм. Вот они едут там, какие-то молодые, так сказать, озабоченные, что и мужчины молодые, что и девушки, и вот они, значит, ездят там с этими желтыми, черными, белыми, и, как говорится, и все, ну, защищенный секс, и вот они себе могут позволить. Вот, ну, а смысл-то какие? Они хотят все изведать, да, ну, типа того, что вот нам возможности, ну, это же как раз их и посадили уже на эту иглу, уже как бы поздно пить шампанское. Почему? Да потому что, грубо говоря, в детстве должны формироваться внутренние образы, и отсюда суицид очень высокий у подростков. Почему? Они видят, что, в принципе, достижимы, а у некоторых это недостижимо, и у них когнитивный диссонанс возникает. То есть, фактически, они чувствуют себя ущербными. Ну, даже если они достижимы, вот у миллиардеров, например, тоже высок процент у подростков суицида. Ну, что им не хватает, спрашивает Соль. Ну, вот как психолог ответит. Все есть, все возможности открыты, но это редкое влияние, но тем не менее есть. А уже этому подростку вот так это все. И у нас получается, что создание нового духовного продукта в обществе требует больше уделять внимания внутреннему миру человека, да, вот этому созданию субъективных образов. Они должны быть такие комплексные, богатые, правильно? Абсолютно. И меньше уделять, гораздо меньше уделять внимания, вот в настоящее время перекос, вот этим внешним стимулам, генонизму, потребительству, потому что оно больше создает не духовный продукт, правильно, а вот этот потребительский, в общем-то, продукт, да? Да, абсолютно. Ну, вот, кстати говоря, я уже приводил пример на ум Хомский, ну, Хомский, Хомский это по-русски, там по-американски несколько иначе фамилия звучит. Он до сих пор жив, этот психолог. Наиболее цитируемый психолог за последние, по-моему, два десятилетия, особенно он цитируемый в 2000-е годы был. Не только психолог, а вообще, как личность, личность даже, наиболее, он в десятку наиболее цитируемых личностей входит современников. Вот, он как раз и говорит, что эти внешние образы, которые мы ими живем, постоянно, и нам все время, это ирзация, это суррогаты, эти внешние образы. И поэтому нас сажают на эту иглу все время. Так, ну, правда, у него там такой подтекст есть, он социалистической ориентации сам, он как бы сторонник, ну, как бы таких, не скажу коммунистических, но социалистических идей. Ну, и он же оговаривает, что союз, он в этом видит как бы тоталитарно советский союз, он его так воспринимает, не как идеализирует ее, как наши вот бывшие совки, грубо говоря, а отнюдь нет. Он видит, что это подавление, опять-таки, этой личности, вот. И, фактически, другое дело, что он, может быть, не говорит о смыслах, вернее, он говорит о смыслах в той мере, насколько они депривированы вот этими внешними смыслами. Вот, мне кажется, в большей степени, наверное, Франкл все-таки суммировал, смог как бы высказать, что цель человека самореализация. Именно самореализация человека. Если она не достигается, тут и алкоголизм, и суицидальные наклонности, и что угодно. Вот, он очень четко это почувствовал, когда он был на краю гибели, вот, два с половиной года в этом, в концлагере немецком, что там все актуализируется, там уже не антимонии, там разговоров посторонних. Либо ты живешь, но живешь ради чего, ради чего в этих условиях концлагеря невозможно, где жить там. Вот, либо не живешь. Понимаете, вот в этих условиях, когда вот этот выбор жизнь-смерть постоянно, каждый день, каждую секунду, вот это актуализируется. Он это почувствовал и высказал. И вот, я думаю, вот его логотерапия, как раз, которую он создал, это вот, ну, как бы терапия смыслов или психология смыслов, она как раз наиболее такое продуктивное направление. А с своей стороны Хумский он просто показал, насколько вот эта вот генетическая заложенность в человеке существует к этим смыслам. То есть, иными словами, в каждом из нас заложено. Другое дело, кто-то подавил эту способность к внутренним смыслам, и он обрел какие-то чужие, чужеродные, корпорированные, ну, то есть, инвазия произошло, заражение этими внешними смыслами. И он уже привык, свыкся, стал рабом, грубо говоря, как этот Ленин говорил, что тот раб, холоп, он отличал холопа от раба от раба, да, вот если, так сказать, тот раб, который оправдывает свое, так сказать, положение. Вот, и он уже смирился с этими внешними смыслами, он уже начинает работать на эти смыслы, усиление этих внешних смыслов. Он, конечно, раб и холуй, а кто же он еще? Конечно, вот, а если тот человек, который внутри пробудился, понятное дело, это легко делать там уединившись из социума, да, вот как на Востоке, это там медитация, но тоже не для всех. Потому что надо, во-первых, себя самоидентифицировать не с социумом, не с какой-то профессией, а с самим собой, это очень сложная вещь. Вот, а действительно, на Востоке это распространено, это практика медитации разнообразных, как бы, самоотряслений, самоактуализации и так далее. Но здесь важно именно нам понять, что в социуме все это придавлено, эта личность, я. И, конечно, она расплющивается в раннем детстве. Если учесть, что с трех до пяти импринтинг происходит, то есть, грубо говоря, штампует просто. Даже ребенок не то, что его штампует внешне, а он просто сам берет, он должен выбор этот сделать. А он не видит, у него сублимация происходит, он выбирает из предложенных обстоятельств лучше. Ну, выбрал он там машиниста-паровоза, потому что ездишь, там проветриваешься, голова проветривается. Вроде эти все, то, что лапшу на уши вешают, она сдувается. Когда высунешь вот форточку этого тепловоза голову, ну и все, эта лапша, она сдувается. Вот, выбрал этот тепловоз. Но все равно это не выход. Он там может, так сказать, за свою жизнь там пять тысяч раз или там десять тысяч раз его голову туда высовывать, а все равно это мало что дает. Это как бы, ну, на безрыбье рак рыба, что называется. А по сути, вот конструктивное назначение человека, оно не высказывается. Вот здесь, подводя некий троиток, все-таки вот сказано, мы уже довольно долго говорим, хотелось бы понять, что образно-понятийная психология, она как раз и говорит о том, что не мешать хотя бы дать возможность ребенку самому формировать. И очень важно, еще раз повторю, и Браун, и Лангер, они говорят, что это индивидуальный подход. Это нельзя эти коллективные образы. А государство как раз на коллективных образах строит свое благополучие. Потому что если эти образы не инвазию не внести, не заразить ими, то кто будет на стройках коммунизма или, так сказать, на эту технократию, эту западную строить? Никто не будет. Все же займутся самореализацией, потому что эти образы – это притягательная вещь. Но вот я понимаю детей, действительно, у них, они могут сейчас выйти из этого плена, да, потому что у них появился интернет, они могут просто по факту, де-факто, это вот социальный эксперимент. А что делать взрослым, да, которые уже проштампованы, прошиты хорошенько тогда социумом? Они все время себя отрествляют. То ли ностальгируют о союзе, то ли там о том... Ну, ты смотри, дети, вот дети, своих родителей тащат в эту область. То есть они говорят, а вот смотри, у тебя что-то интересное, да? А он смотрит родитель, да, этого не знал, вслед за ребенком, да? Вот, а вот тут вот это... То есть они их уже как бы из той, как бы вот этой сформированной образно-понятийной модели, чисто депривированные, они вытаскивают познание самого себя через детей, через ребенка, он как бы хочет, через своих собственных родственников. Вот такая вот и штука происходит. Поэтому просто надо этот подход обналичить, его надо словесно определить, что есть такой подход образно-философский, образно-понятийной психологии, что это реальный подход, это практическую ценность он имеет. И уже просто в дальнейшем показать именно практические шаги, которые может каждый конкретный человек проделать и найти свое индивидуальное «я». Вот и все. Вот фактически это цель. Почему это важно? Не только дети, но и взрослые. Только, да, не только дети, и взрослые, и старики даже, несмотря на то, что у них уж так прошито там с возрастом, все равно, потому что даже в пенсионном возрасте таком, когда доживание идет, там актуализируется это все. Для старика важно выбор сделать, куда он ныряет. То есть вот почему спрашивали, последняя мысль у индусов развита, она определяет во многом будущее рождение. И ему важно, в какое он духовное сообщество войдет на том свете, это тоже важно. Поэтому многие пенсионеры начинают писать стихи, рисовать, творческие развиты. Даже вот это московское долголетие, то, что вводят, им предлагают на выбор разные-разные, чего они в жизни не занимались, рисовать, писать, танцевать и так далее. Им предлагают. И вдруг они там себе батюшки. А я в детстве вот мечтал, когда там старушка или старичок приходит, и вот они теперь реализуют. Это очень хорошо. Или изучать там иностранный язык. Спрашивают, зачем он изучает иностранный язык, да? Ну, явно, что он не поедет, бабла у него нет, так сказать. А он в прикиде на будущую жизнь уже. Он там родится, может быть, там где-нибудь в Австрии или там, я не знаю. Или в России нашей родной матушке уже, как говорится. Поэтому изучайте негра преклонных годов, если русский выучить, как говорится. Вот. А негр как раз и мечтают, ну, а африканцы, так условно говоря, политкорректно, они мечтают, вот они даже гробики делают. Ну, ты знаешь, есть культ гробиков в Конго. Они делают в виде, там, гелевых ручек, самолетов, пароходов, мерседесов, гробики так вот. И элита вот этого Конго, она как бы считает вот... То есть, вот эти атрибуты западной цивилизации, они хоронят, как бы, вот элита туда. Почему это делать? Потому что они считают, что душа, она там родится на Западе потом. Душа уже будет не негром, а каким-то там буржуаном близким. Ну, в принципе, очень даже всё возможно. При снижении IQ западного, очень может быть, что и душа, как говорится, туда войдёт. Очень... Тем более сейчас толерантность, всё такое, поощряются все это всё. Вот. Ну, если завершать этот разговор, просто, я думаю, на будущее нам надо показать механизм просто, если наши беседы продолжатся, чтобы уже конкретный механизм, как вот это вот предпринять эти... С позиции практикующего психолога, практикующих психологов и как бы философов и людей творческих, как реально эту индивидуальность раскрыть, открыть. То есть постадийно шаги формирования внутренних образов, вот этих вот презентаций ментальных, и формирования... даже в любом возрасте, не только в детском, и формирования логического обоснования. Вот эта внутренняя речь, которая определяет и в словесную форму облекает эти внутренние образы. Потому что, если их не облекать во внутренней речи, в словесную образу, они просто как ментальные иллюзии, галлюцинации уходят. Они не оставляют. Это мы выходим в антимер, там нет языка, речи, мозга. И там просто эти образы проходят и уходят. Мы их можем наблюдать также и во сне. Они проходят и уходят, они не закрепляются в сознании. Если мы их не только конструктивно как-то обозначили как новые образы, но и еще ментально их обозначили, и какое-то словесное обозначение им выдали, и нашли место этих образов в иерархии, внутренних образов, что это очень важно, поэтому это мировоззрение формирует, тогда как раз формируется вот эта психическая модель образно-понятийной психологии. Вот это очень важно. Вот, ну, на этом мы можем, если есть что добавить, Оль, да? Нет, я считаю, что да, я с выводом согласна, да, и только хочу поменять формулировку не если продолжим, а когда продолжим. А, ну, когда продолжим, я думаю, мы условимся в удобное время, да? Ну вот, ну все, прекрасно. Да, да, можем на этом. Все, спасибо за внимание, дорогие друзья. В общем, у нас вот такой вот очень интересный и очень продуктивный, кстати говоря, я вот о себе, не знаю, как Оля, в общем, диалог вышел, и я считаю, очень продуктивный. Мы продвинулись, и, кстати, мы много лет не виделись, и вот, собственно, встретились вот в таком виртуальном пространстве. Да, всего доброго, до свидания. До свидания.